Привет друзья! Сегодня полноценный обзор Xiaomi Redmi Note 13 4G. Это бюджетный смартфон за очень приятную цену с классным дизайном, множеством отличных решений и неплохой производительностью. Самая младшая модель в линейке Redmi Note 13 на момент записи видео. У меня смартфон уже неделю и мне есть, что вам рассказать. Давайте начнем с распаковки. Поставляется телефон вот в такой коробке. У меня официальная версия для нашего рынка. Она поддерживает NFC, о чем и говорит наклейка на верхней части упаковки. Только помните, что не все доступные версии получили поддержку NFC. Давайте откроем коробку. Нас встречает не телефон, а бумажный кейс. Доставим телефон. Не особо большой и классно выглядит даже через полупрозрачный пакетик. Шикарный цвет. Также в упаковке имеется блок питания на 33 ватта, довольно увесистый. Что касается кабеля, он типичный. С разъемами Type-A и Type-C. А это бумажный кейс. В нем скрепка, бумаги с информацией, но самое главное это чехол. Посмотрим на него. Выглядит отлично. Снаружи матовый силикон, а внутри глянец и некая фактура. Качество изготовления достойное. Телефон выглядит очень свежо и современно, несмотря на минималистичную заднюю крышку. Моя версия получила голубую расцветку. Смотрится великолепно. В помещении это скорее серо-голубой цвет, а вот на улице и под лучами солнца больше ярко-голубой. Вы можете выбрать другую расцветку. Перламутровую, черную или зеленую. Все они по-своему интересные. Кстати, если не знаете, где заказать себе Redmi Note 13, список магазинов я указал в описании под видео и в закрепленном комментарии. Задняя крышка глянцевая и на ней остается множество отпечатков пальцев. Она буквально заляпывается, поэтому комплектный чехол пришелся очень в тему. С другой стороны, чтобы не прятать такой красивый корпус, я бы предпочел прозрачный чехол. Задняя крышка сделана из пластика. Рамки тоже пластиковые, при этом они матовые. Грани прямые и имеют небольшие закругления. Несмотря на большой дисплей диагональю 6,67 дюйма, в руке Redmi Note 13 лежит отлично. Кнопка включения ложится аккурат под палец. Сзади три модуля камеры и вспышка. Все они получили отдельные блоки. Причем два из них заметно более крупные. Они выходят за пределы корпуса. Сверху находится эко-порт, микрофон, разъем 3,5 мм для наушников, от которого в этом поколении решили не избавляться, а также дополнительный динамик для вывода звука. Да-да, здесь используется стереозвук. На правой грани – кнопки включения и регулировки громкости. На нижней находится основной динамик, микрофон и слот для сим-карты. Лоток гибридный, то есть вы можете установить одновременно либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Поддержки и сим нет. Фронтальная камера вновь получила серебристое колечко, которое ее выделяет. При этом сам модуль небольшой. Вид Redmi Note в чехле. Сам чехол очень качественный для комплектного. Приятный матовый силикон. На нем хоть и остаются отпечатки пальцев, удаляются с помощью салфетки. А внутри есть надпись «Designed by Redmi». Фирменная вещь. И это на самом деле здорово, потому что, как пример, для Redmi 13C в комплекте нет никакого чехла, но об этом я расскажу в другом видео. Пишите в комментариях, какой чехол вы бы хотели видеть в комплекте. Темный или прозрачный? Экран. AMOLED матрица диагональю 6,67 дюйма. С разрешением 2400 на 1080 точек. Число пикселей на дюйм 395. Поддерживается частота обновления до 120 Гц. Углы обзора широкие. Качество матрицы высокое. Даже пиковая яркость очень высокая. Заявлено 1200 нит. На солнце экраном вполне можно пользоваться. В общем, придраться к экрану просто не могу. Он здесь отличный. Обратите внимание, стекло не изогнутое, что наверняка порадует немалую часть будущих покупателей. Используется крепкое стекло Gorilla Glass 3, а на экране есть защитная пленка. В первый день я успел ее поцарапать, но это не проблема, особенно если будете менять пленку на защитное стекло. Палец скользит легко. Боковые рамки тонкие, что встречается нечасто в бюджетном сегменте. Подбородок имеется, но небольшой. Соотношение экрана к корпусу практически 90%. Это очень хорошая цифра. В этом поколении сканер решили сделать подэкранным. Прежде он был встроен в кнопку включения. Работает очень быстро, смартфон разблокируется моментально. Вероятность неверных считываний стремится к нулю. Единственное, к чему можно придраться, это к расположению датчика. Хотелось бы чуть выше. Мне больше нравится боковое расположение датчика в кнопке включения. Тем более, что такой датчик считается более быстрым. С другой стороны, это все вкусовщина. К тому же подэкранный датчик обычно ставится в более дорогие устройства. Как известно, компания Xiaomi любит выпускать множество устройств с очень похожими названиями. И Redmi Note 13 4G не стал исключением. Данная версия – самая бюджетная в линейке на момент записи видео. Также в продаже имеется Redmi Note 13 5G, который отличается не только своим внешним видом, но и рядом других особенностей, включая процессор. А в нем используется более мощный Mediatek Domain City 6080. Не перепутайте, это разные смартфоны. Также в линейке есть версия 13 Pro и даже 13 Pro Plus. Однако это, по сути, смартфоны другого класса и стоят прилично дороже. Redmi Note 13 4G работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 685, который создан по 6-нанометровому техпроцессу. Чип не новый, более того, именно он устанавливался в модель прошлого поколения Redmi Note 12. Это решение выглядит неплохо для данного ценового сегмента. Мощность не самая высокая, при этом вы не будете испытывать проблем с запуском большинства приложений. То есть для повседневного использования этого процессора достаточно. Объем оперативной памяти 6 или 8 ГБ. LPDDR4X. Встроенной памяти 128 или 256 ГБ. UFS 2.2. Поддержка карт памяти до 1 ТБ. Телефон поддерживает расширение оперативной памяти, если необходимо. Для этого идете в настройки, расширенные настройки, расширение памяти и выбираете нужную вам цифру. По умолчанию в моем случае уже включены 2 ГБ виртуальной оперативки. Наверное, потому что физической памяти в моей версии 6 ГБ. В Антуту смартфон набрал 350 тысяч баллов, хотя у многих пользователей эта цифра заметно выше и ближе к 400 тысячам. Скорее всего, дело только в версии приложения Антуту. Также добавил график тротлинг-теста. На нем все неплохо. Что насчет игр? Я решил рискнуть и установить Genshin Impact. Первый запуск долгий, тем более что система скачивает нужные файлы, а это порядка 3 ГБ. Далее игра загружается не особо медленно, по умолчанию идет на минимальных настройках. Я решил поставить средние настройки графики. За 15 минут гейминга лагов не наблюдал. При этом игра пишет про практически максимальную нагрузку. Так что если играть в подобные игры, делать это лучше на минимальных настройках. В производительных играх смартфон нагревается, но терпимо. С оболочкой все проще некуда. Это хорошо известная MIUI. Она постоянно обновляется, но в целом все та же удобная прошивка, что и несколько лет назад, где все под рукой и есть множество самых разных настроек. MIUI 14 получила массу фишек, включая оптимизацию системной памяти, сжимание редко используемых приложений, обработку изображений на самом устройстве и так далее. Есть и необычные функции вроде возможности замера пульса с помощью сканера. Прикладываете палец, ждете 15 секунд, после чего система показывает частоту сердечных сокращений. Я сравнивал с пульсометром и ситуация двоякая. В одних случаях смартфон показывает те же самые результаты измерений, в иных цифры серьезно разнятся. Работа самой системы мне нравится, все довольно шустро, но встречаются микролаги. Я уверен, что дело не в железе, а в оптимизации системы. Возможно, с обновлением эта проблема уйдет в прошлое. Из коробки на телефоне установлено много приложений, большую часть из которых можно удалить. Что удивило, так это фирменная звонилка и приложение для SMS. В версии Ростест можно включить запись разговора и не уведомлять об этом абонента. Во всяком случае, на прослушанной записи я не услышал эту информацию. Здорово. В целом, фирменная звонилка MIUI мне нравится гораздо больше гугловской, поскольку у нее очень широкий функционал. И конечно, вы наверняка хотите знать, когда Redmi Note 13 получит HyperOS. Точной даты пока нет, обещают, что обновляться устройства начнут, начиная со второго квартала этого года, так что ждем обновлений. Чуть не забыл, это проверка датчика приближения. Видел сообщение, что датчик здесь аппаратный, а не виртуальный. Я в этом сильно сомневаюсь, но в целом датчик работает неплохо, пусть не идеально. Смартфон получил тройную камеру. Основной модуль Samsung разрешением 108 Мп, сверхширокий, на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и модуль для съемки макро разрешением 2 Мп. Интерфейс камеры привычный. Есть дополнительные режимы съемки, включая полноценные 108 Мп, ночной режим, документы, профи с ручными настройками. Камера поддерживает электронный зум. Качество фотосъемки на основной объектив хорошее для своего класса. Камера неплохо попадает в цвета, при этом детализация на заднем плане оставляет желать лучшего, а при использовании зума часто заметен перешарп. Макросъемка неплохая. Портретный режим нормальный. Исходники фотографии я сгружу в телеграм-канал, ссылка на него под видео. Что касается ночной съемки, я ожидал гораздо худшего результата. Вы должны помнить, что для того, чтобы получить неплохие ночные снимки, стоит обязательно использовать ночной режим фотосъемки, который серьезно улучшает ситуацию, в чем вы можете убедиться по фотографиям. Видео пишется максимум в Full HD 30 кадров в секунду. Качество видеосъемки обычное для бюджетного сегмента. Стабилизация не поддерживается. Давайте посмотрим. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Зум работает, но он здесь не очень удобный. А оптической стабилизации нет. Фронталка на 16 мегапикселей. Качество съемки мне нравится. Хорошая детализация, задний фон неплохо размывается. Емкость батареи стандартная, 5000 мАч. В комплекте идет блок питания мощностью 33 Вт. Быстрая зарядка поддерживается. Время работы экрана 6-8 часов, в зависимости от вашего сценария использования. То есть с утра до вечера заряда хватает, а то и дольше. Автономностью я доволен. Более подробные цифры сейчас на вашем экране. Используется стереозвук, что не так часто встречается в бюджетках. Верхний динамик изначально тише, а звук хороший. Сейчас его послушаем. Вывод простой. Это один из лучших смартфонов в классе. Давайте вместе посчитаем. У него низкая стоимость, отличный дисплей, классный дизайн, быстрый сканер, неплохая платформа, достаточный объем памяти, стереозвук, хорошая камера, если снимать при большом количестве света, защита от влаги уровня IP54. Можно конечно найти, к чему придраться, но я просто не хочу этого делать, поскольку своих 15-17 тысяч на момент записи видео смартфон однозначно стоит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.